Спасибо, я стараюсь, брат. Молимся, да? Да, да, да. Господи Боже, благослови нас на эти занятия, открою наши сердца к принятию в Божественном Писании Твоих. Аминь. Аминь. Послание Копесяна, 5 глава, 27 стих. Чтобы представить ее себе славную церковь, имеющую дина и пороха, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и порочная. Толкование. Какой стих называется? Святая Россия. Не просто чистая, но славная. И так как Христос источник всех флаг для церкви, так и ты будь тем же для своей жены. И как он сообщил душевную красоту церкви, так и ты старайся об этом, а не о телесной красоте. И если ты будешь искать душевной красоты в своей жене, то скоро ее создашь в ней, упорядочивая ее и делая славной по духу и для себя и для Бога. Этими словами указывают душевные страсти. Скверны – это недавние страсти, которые легко смыть, которые причиняли бесчестие. Пороки же – это страсти, застаревшие от времени. Они-то и делали людей нечистыми и с трудом смываются. Но Божественная баня все это очистила и сделала святыми и непорочными. Сразу решайте, все вопросы возникают. Сказали, а с чего начинается первое? Вот приходится не раз слышать человека, я вот сколько раз пытался бросить курить. Проходит время, ну, товарищ там, сын или бапирос опять забурил. Пить точно тоже самое. Вроде бы не пил две недели. Потом вдруг вот, а потом запил опять. И человек старается, видно, старается. А почему у него не получается? Притом это, видимо, по Библии неоднократно указывается. С чего не хватает? Сейчас прочитали, как называют. Какие люди, это уже заложено сколько в этих словах. А выход-то весь. Мы с детства должны видеть. Вот она сейчас такая, да, какая-то щата жена будет, может быть. А что нужно сейчас? У меня в лагере говорили, да, если это лагерь, это там концлагерь, это подавляйте боль у ребенка. Но если ваш ребенок не состоит, подавите ее. Чтобы он делал, у него понятия никакого нет, за чего он живет. Родители должны сейчас в него заложить, чтобы жил и по прихоти своей. Вот ему сейчас не дали что-то бумажки. Он рисовал сразу из козелы, закликал. Почему? Это уже далеко зашло. И выявить он это? Я ему какую-то другую дожилю дать игрушку или что-то. Это огромная беда, уже заложено. Он такой муж будет, а сейчас вовремя не отнять у него вот эту прихоти. И он такой роже состроит, и бьет руками, а еще разговаривать не умеет. И уже чья-то беда растет. Ни в армии, ни где терпеть его никто не будет. И вот, приведи Господь, если арестуют, задушат сразу. Ты сразу посмотри, какая обстановка. А, смотри. Вот вы когда здесь одни бываете, заходите, не вздумайте дверь открывать. Воздух здесь прекрасный. А от комара не избавиться. И там, и все будут хлопать. У нас один защищен, это батюшка. У него резает, там пули не пробьют. Да мало того, дыма, боится насекомое, он все время дымом всегда конит. Внизу у него. У него страховка стопроцентная. Поэтому на него тут равняться надо. А вот такая маленькая. Жарит один, другой, третий. Я говорю, переходи на это. На телесный. По духовному плане точно так же. Так маленький ребенок. Маленький, вот и заложи в него сейчас. Он вставать не хочет. Ты же сейчас Богом молиться. Объясни ему. Любое дело требует объяснения. Вот сейчас, представьте себе. Вчера на меня вышла одна. Реттих. Реттих, а там еще какая-то. Из Германии. Пожелала лично встретиться. Она уже на наших ресурсах. Стали говорить. Немка, она немецкий язык знает. Я задаю вопросы по-немецки, не переводом. Я считаю. Я говорю. Ну ты понял, что ты что-то там родился. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, Анги Бороза. Дабы всякие верующие в Него, Тасимбнаугли, не в Перлору, наверное, не потеряны были, не погибли, но имели жизнь вечную. Ты в Германии живешь, и как же ты живешь? Ты должен знать это. И детей твоих не будут попрекать ни мне. Поэтому у человека соображение-то не рукой, а головой. Оказалось, 3,5% только человек использует. А 96% невостребованной всю жизнь будет. Тебяная голова-то ей не нужна была. А до чего у тебя голова? Шапку носить. Голова-то, шапку носить. А может, еще что-то ей надо делать? А есть люди, которые больше, да, до 10%, а остальные невостребованные. Ну а как это можно узнать? А вот узнай сейчас. Какой у ребенка талант? Нам нравится... 90-х дали. 90-х дали. Гравюры какие-то. 230 гравюр на Новый Ветель Завет. На Новый Ветель Завет. А как так? Вот такой он был уже и рисовал. Не просто щаркал. Он берет вот сейчас вот... Малень, ты даете ему? Я сколько раз. Просто бумагу даю, настоящую тетрадь. И он сидит, и глаза зажмурит, и гонет, и... И вот он может делать из одного лошадь, чтобы не убить. А вот это все насыщает. Пускай он поет хорошо. Ну, маленько так подведи. Ну, для чего друг друга так собираешься, чтобы поделиться талантом. А ты себя отбросил в городе. Как вам сказали, нельзя. Ну, не знаю, что ты для себя нельзя. А нельзя везде. Нельзя на красных лет летать. И ты полеешь. На тебя 100 тысяч милиционеров. И от тебя последние снили. И никуда ты не денешься. А я не буду. Ну, будешь. Я видел таких, которые не перед тем, а еще не сломали. Вот, что украинец. Вот с человеком разговаривает. Нарисуй. На, вот. Пожалуйста. Ну, я на улице, я буду на улице. Там больше ничего не надо. Все. И объяснять легко. А как на Украине? Желтая. Я говорю, что полоса что-то? Подсолнечный. Другой, говорю, пшеницы. И все. Понимаете, для России как будто специально Бог дал им влаг проповедь. Это проповедь. Я знал все плаги мира. Потому что на океане, ты должен знать, корабль идет, вилок, ты умеешь, ты знаешь, какому государству принадлежишь. Черная полоса, что? В Луковской области угольные бывают. Да я сейчас на угле живу, что ли. Но нету нигде больше такого влага. Нет такой страны, которую Бог дал такие ему пространства. Нигде в мире не было. Шестая доля всей мировой суши одному народу Бог дал. Это не просто даба. Какие там? Нигде такое нет озера. Пресной воды, как Байкал. Нигде. Столько нефти. Золотых пристов. Нигде нету. Такие леса. Нигде. И никто хуже не окрещать еще не может. Нам день и ночь надо плакать. Что мы сделали? Сколько миллионов людей? Вот так. Так, вот посмотри. Дай-ка мне сюда позвоночник. Дай-ка посмотрю. Хороший какой. Только тут и мне звонить нечем. Там надо язычок. А, апостол Павел пишет. Эфисянам, скажем, нация такая. Их состояние такое. Вот этого они не знают. Вот это они могут выполнить. Он встанет. Ты старался. Старался человеком. Мертвого подправить, говорит. Ну и то, хоть сколько не подправляем, мертвого будет. А что надо оживить? Родиться свыше. В этом все. Вот представь, учитель. Он сколько лет учился. Закончил академию. Теперь перед народом выступает. Ему затрата идет. Никодим пришел тогда. Христос говорит, надо бы родиться свыше. А как? Он знает только одно место. Еще в утробу матери взятие, опять родиться. Ну еще. Умей или нет. Ну как ты, мужик, здоровый в утробу матери войдешь, которая ниже тебя роста? А ведь написано так. Ведь он говорил-то, думал или не думал. Мы даже не знали как. Но когда он сказал, мы видим, он совсем не думал. У него 3% не работали. А Господь говорил о рождении от Бога. Здесь рождение по Адаму, по плоти, а здесь свыше. Вчера там пишут они. Ну как же так вот. Написано, что девочке не грешит. А как же, ну грешно, супергрешно. Рожденный от Бога не грешит. А не просто. А вот такой-то человек, там закончил образование, там много что намешано. Глаза людей, они его много значат. Видят его или не видят. И это все находится здесь вот, в этом отрывке. Может было бы еще заново прочитать? Считай дальше. 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Толкование. Не как на более важный и необходимый пример указывает теперь на это. На то. Ибо ясно, что отношение Христа в церкви гораздо важнее этого примера. Но как на более близкий и подручный. Именно дабы кто-нибудь не сказал, что тот был Бог и предал себя, он иным способом указывает нам эту необходимость. Должны, говорит, любить. То есть не милость это дело, но долг и необходимость. Потому что жена есть свое тело. Итак, пример Христа он привел не к тому только, что должно любить, но и к тому, чтобы и благом устроили. Чтобы она была, говорит, святая непорочная. Пример же тела выяснил по отношению только к любви. Что тут учился? И так понятно. Мы как один и друг отрывать забудем, а отца решно женится только. Вот сколько раз в годах-то? Ты одну цифру закомна. Женятся. Год живут 2-3-4. За 4 года 84,6%. Тысячу свадеб сыграли, 846,4 года нет. А дети-то есть. Кто их воспитывать будет? Еще удивляется, когда она ничего не знает. Ни о верности, ничего нет. Мы виновны во всем, что вокруг есть. А почему без Бога? И здесь определенная, четкая, как самого себя любить. А сейчас есть образец любить самого себя. Научиться надо. Пусть плавать? Человек еще курит, всего 13 лет жизни обрезает. А когда человек болеет, он буквально кислородную подушку тянет к себе. Жить, жить хочу. Да ты ее прокурил, и жизнь-то. Лишний вес, вот это вот где-то. Жена хорошая, кормит ее хорошо. Ну и мужик. Разоблачили, как будто одну в Англии была. Пятого мужика. И выходит все за богатой. И притом она не убивает их. Она их кормит, а он лежит в телевизор, смотрит. Проходит 2,5 года, стопыльнулся. Так что хорошая еда, это когда работает человек. У него раньше пилили так, вверху один стоит, доска рядом с бревном, и бревно по вдоль распиливали. Там зубцы вот такие длинные, вот такие. И они, пила такая толстая, видели, наверное, как. Ему как раз эти 3 фунта мяса было. Как раз. А когда человек не работает, он только один клапан открыт. Куда? На плот. У него больше никуда энергии не тратится. И когда на это посмотришь, это будет своим телом руководить ему. Люби, как самого себя. А как самого себя? А сегодня воскресенье? Никуда. Я маленько подольше посплю. Не делай этого. Этот день может быть последний. День радости. День счастья. Чтобы Бог подбудил тебя. Ты встать полюбиться, хотя бы на это небо. Как гремело. Вот молния своркает. Знаешь, какая сила у него? В школе случился Лятинская банка. Тут банка и тут. И когда электричество дает, между ними молния новое. Вот такое расстояние. Больше никак. А что будет здесь вот что-то? И молния околостельки, вот международные, не могут сделать. Это громадная энергия. Вот это один раз меткнулось, например, 9 атомных бомбов. Мы должны все это видеть. Господи. А почему положительные и отрицательные. Бывает положительная земля, отрицательное облако. Между ними она играет. Бывает облака положительные и отрицательные. Готовы. И создать какие-то энергии, не знаете. А вы слышали слово Тесли? Никола. Никола Тесли. Ну Никола Тесли. Ученый. А на чем оно известен стало? Электричество. Электрические машины или энергия электричества. Беспроводное. В Америке где-то. Откуда брал он энергию? Аккумуляторы какие-то. Где-то собирал, собирал по что-то. Не знаю. Природа дополнена электричеством. И когда узнали, кто-то капиталистское, значит, немедленно прекратите эти исследования. Тогда добыча электричества не нужна. Все остальное не нужно. А он говорит, это же да, дается совсем. Не под каким видом больше не смотри, а то с тобой то и то. Он оборвал, мы окружены миллиардами киловатт. Готовы. Я думаю, человеку в мире за всю мировую историю это было открыто. И он сделал там какие-то трансформаторные будки. И ниоткуда ничего не подсоединено. У него электричество оттуда идет. Но он знал, как эти поставить. Мы должны это однажды услышать. Господи, да один Тесли. А сколько таких сегодня энергий, которые мы не знаем. Самая простая болезнь, она не лечится. Вот начинают. Человек заболел осенит. Теперь специально его там в ток пропускают. Смотришь, женщина была. Я даже никогда не узнал бы ее. Голый, щелек, а что? Ну это вот, знаете, вот. Ну ты все, все знаете. То есть они не знают, как жизнь продлить. А ты продлял жизнь сам. Как вставал, как ел. Посты, которые у нас у православных, они нам на пользу. Все, не загавляйся. И все. А посты тот самый маленький. Потому что паста была себе раздвинутая. Зато первое. А двенадцатого уже волосно. Конечно, если не съеду пятницу. Нужно научиться видеть красоту Божию, и которую через святых отцов Бог дал. И как умудрил его это сделать. Когда обо всем задумаешься, так я еще и не жил. Я бы сколько мог сделать? Говорят, а что в вашей жизни было? Больше всего жалеете, что? Зряши. Двадцать три года. Мне никто о христе не рассказал. Я когда услышал о христе, в двадцать три года работаю на корабле, я не делаю, что люди делают, не грешу, не пью. Я твердо уверен, что я умру, в воду буду гореть. Меня-то мать положила, Мария Егоровна. Зачем я живу? Вот я с людьми разговариваю, тебе такое было или не было? Детство еще большие такие сани тракторные. Они такие тяжелые, трактор идет, стилос на него грузят. Они делали стилосные, так и собирали. Резали кукурузу и другое. Я лежу сзади на трактор, а я на санях еду. Уже после армии. Поземка маленькая. Вот хотелось соскочить, бежать по этому мертвому снеговому полю и кричать, зачем я родился? Зачем я родился? Падаю, поднимаюсь. Зачем я родился? Никто не дал мне слова Евангелия. Я уже совсем рядом был. Человеку сейчас нужно рассказывать. Мне никто не рассказывал. Мне просто дали вот эта книга, она на толкование, просто новый завет. А сами там обедают хозяева. Когда они зашли в комнату, у меня буквально содрогается тело. Я нашел то, что искал. Для меня эти слова не попадают. Читаю Евангелие от Матвеева. Блажение нищим духом. Я слова не знаю. А дальше все понятно делается. Это мой Господь. Мне никто, хотя бы один, он сидел кто-то и пару слов сказал. Никто не говорил. Для меня эти слова звучали как с неба. Я только говорю, давайте помолимся. Мы молимся. Это Стояна, Богородица. А они-то, 50-ки лет, они только слышат, ветер идет от меня и подумали, что как в день 50-ницы. И сказали, молись своими слами, а как? 23 года я еще пару слов Христу не сказал. А что скажу? Я в аду буду гореть. И Господь мне это открыл. С чего? Верой. Дай мне веру, Господи, первые слова мы к Богу. И вот я сравнение делаю, я передаю опыт. Вот когда в горах бывает, долго идешь, рюкзак не надо битый. И когда его снимешь, тебя все еще тянет вперед, а его уже нет. Вот я по инерции греха, еще какое-то мгновение и понял, все кончилось. Я прошу веры. Дай мне веру, что написано в этой книге. И вот как комната, как будто по углам и так, верю, 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 зазвучало. Никто не слышит, и я его не слышу. Я на другом уровне все начал воспринимать. Не на другом уровне лечить, там люди говорят, так можно. А одно, что я нашел. Великий смысл жизни. И теперь лосманский кораблик, он доходит, собирает, когда вещи он собирается, кто в городе был. А корабль наглядите, там, на Япоре. Я первому матросу сказал, говорю, да мне правильный. Жить надо для Христа, он умер за нас. И кровь свою пролил страдания на кресте, меня он насыпил. Я вспоминаю, когда это, я заново все это переживаю. Как многое мог бы еще сделать. 23 года, в самой юности. Поэтому детям скажи это. Вот это капризниче, свое, где это громадный тормоз. Вот это по его что было. Вот сейчас, видишь, мне дала бумагу, уже кричит, глаза запрокинул, уже веревки льет. Никогда не уступаешь ребенку, который не знает. Ты ему дал истину. Теперь покажи в этой истине все. И вот официально апостол Павел говорит, люби ее уже, ну, как самого себя. А как самого себя? Себя-то как раз и не любят. Не спать. Нигде не спать лишний раз. Вот так. Будьте внимательны. Нам многое Бог открыл, почему мы православные. Вот здесь, в под поле сидели. Врат сестры вот пришла, он из Батвиста. Я говорю, а ты Библию читаешь? Да, читаю. Сергей. Я говорю, а кто написал Библию на русский язык? Только она на русском. Она не на русском была. Она была на английском языке. Он не знает. И вам не сказали? Она на русском. Я говорю, кто ее перевел на русский язык? Он не может понять этого. Нормальный человек, совершенно нормальное мышление. А ты покажи, какие люди. Назови их по именам. Герасим Петрович Павский. Профессор. Святой. Псалтырь. Его перевод. Евангелие от Матфея, его перевод. И все переводчики от Истинного православия у нас вышли. Мы их в фотографии поставили. Где как. Нужно знать. А толкование какое? Ну, братья знают какое. Братья знают. Бактисты знают. На одних протестантов, в одной только Америке, 21 тысяча разные. Икон нету. Богородицу не призывают, что они отталкиваются от православия. Ну, отталкиваются. Но теперь дальше одно только. Убрал все, что не нужно. 21 тысяча. Разные все. А Библия у всех одна. Перевели где-то, а теперь были, я говорю, написано так. Поставили здесь пророками, апостолами, а в третьих, учителями. Ну, и как? Ну, Петр, Павел. Это апостолы. Мы их пересчитали уже. Пророки. Одного Агава называют. А мы-то назовем сколько пророков. И в третьих, учителями. Кто учителя? Он даже не думает. Он знает, что у него там нормально. Будет против. Выкинутые. А то везде такое. Учителями. С первого века идет, кто и знаете, Богоносец. А кто такой? Которого Львам бросили. Это первый епископ Антиохии. И он сам пришел и заявил, что он христианин. Его бросили Львам. Икона такая, вы его там знаете. Вот как. А дальше, дальше Иероним Леонский. Кого только нет. Василий Великий. Никого нет. А только считаешься. Бахмедер. Бухабабий. Ну кто это? Это все американские сегодняшние. А Господь поставил. Когда он писал, говорит, поставил. Уже они были, эти учителя. Я его не могу с места отбивать. Я его принял еще. Ничего не принял. А если бы он принял, он бы сразу сказал, да как так? Если бы Бог поставил учение, то одно. Но по-другому не можем мыслить. Святые отцы так открыли. Учение говорим о Троице. Слава Богу. Вы говорите. Слово Троица отсутствует. Мы говорим сейчас о Вене. Любите Жень как самого себя. Ты хотел, чтобы вот так вот было. На каждое слово поперек. Начинаешь, когда разговаривать с человеком. Говорят, у тебя как жена, жена вторая или третья. Она невыносимая. Ну а как второе, то на ней женится выносимая. Как сатана делает. Первый нормальный брак, любыми путями развестись. Но это заново женится, это заново замуж выходит. Нормальный брак? Почему? Потому что это беззаконно. Если при живом мужу будет замуж, то бывает... Это уже закон. Жену та же страна. И на работе тоже самое. Любовь другая. Какая любовь? Кто ее подсунул? Почему она та любовь не делилась раньше? У нас вопросов-то сколько. А вот когда идешь в ЗАГС, ей разве что-то нет? Она печать перештамповала тебе, и все. Ты ведь многоженство не разрешается. Когда общее хозяйство. Это сегодня в городе общее хозяйство нету. Одна причина. У мусульман у тебя не просто так. Четыре. Одновременно. И дальше, говорит, какие условия. Она развелась, вот ты должен кормить ее и детей. А у нас развелся, как хочешь. Если не поймали, значит, еще с него не высчитали. Вот у нас здесь один был. Да не один уже такой. Я говорю, ну ты же думал об этом как. Ну вот кто ее узнал? Настя такая была, вот она. А она тебе теперь такое же говорит. Он такой был, а теперь стал такой. Почему? Смирения нету. Смирения перед Богом. А как? Учить жене не позволяй. И властвовать над мужем. Но быть безмолвы. И научи жену молчать. Это все здесь написано. Вот в этих словах. Считай больше. 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Но питает и греет ее, как и Господь церковь толкованием. Напряженное, говорит, и самое тщательное по печеньям прилагает всякие о своем деле. Так и ты по отношению к своей жене. И опять Христа приводит в пример, показывая, что и Христос возлюбил нас, как свою собственную плоти. Как объяснять-то, что я все равно жена. Сегодня я говорю, а как у нее развелись? Ну, способы есть такие. Ну, а какие способы-то? Разводятся. А вы уже сколько живете? 4 года. А у нас свое общество. Я говорю, а в чем она заключается? Мы друг друга в гости приглашаем. Жена должна обслуживать, чтобы у нее веники не было, голая была. Вот все. А теперь сколько их? 6 человек, и она должна совершенно голо их обслуживать. И тогда развода не будет. А ты теперь посмотри, кто в это время там прислуживает? Какие рога? Какие копыта? Какие асты? И когда говорят, что не это, то другое. Ты, Словом Божьим, режь на счастья и выдувай ветром Духа Святого. Чтобы увидели. Послушание. А мне не нравится какой-то товарищ. Ну что не нравится? Обеспечка, работа, приготовься. Это я работаю с ними вместе. У нас общие дела. Ты маленько сказал. А тебе не надо. Жена научится без молвий. А учить жене не властвовать над Божем. Учить жене, Павел говорит, не позволяй, не властвовать. А властвует она, значит, подкаблучник. Откуда все это идет? Подкаблучник. Показывает высокий каблук. Вот она как раз на шею наступила ему. А он вот разинул по ней и говорит. Это все вот отсюда мы узнаем. Из этой вечной книги Библии. Тут толкования-то никакого не надо. Как самого себя? Человек греет и питает свое тело. Почему? Так одно тело. Греет и питает. Вот как. У нас тут был один, принял крещение. Позаврошлым году, кажется. И вдруг исчез. Потом показывает. Оставил жену. А та поделась на него. Да пошел ты отсюда. И он, недолго думая, ушел. А у дверей у него, где-то, где-то, где-то. И он здесь зашелся и фотографировался. Бабочка у него тут такая. В конце концов, опять вернулся к этой, а она плакала с нами. Ходила, молилась. А потом все порушилось. Он обратился в голову. Но ты же ходила тоже на занятия. И мужа стал упрекать, что крещение принял. А потом стал он уберег показывать, иди отсюда. Он и пошел от тебя, и говорит, ты что сейчас расписываешься? Она поняла, ребенок раздается одна. А значит, неизбестность такая. Мы маленько поговорили. Но это редкий случай. Как правило, пропасть, яма. Тебе никогда туда не выйдут. А какой будет? Стран Божий. Начало художеств. Почитайте. Тридцатый стих. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. В полковании. То есть имеем великое сродство с ним. Ибо из нашего вещества он произошел, как Ева и Задан. И как там столь великая близость, так и у нас. Да и с другой стороны, мы от плоти его и от костей его. Потому что как тот родился от духа без сожития, так и мы в купеле. И потому что, принявшись в таинство, мы с этого момента божественно пересоздаемся. Короче сказать, он говорит, что мы имеем наивысшую близость к нему. Ибо, видимо, он общий к нам по плоти крови. Как и невидимо. Ибо видимо. И невидимо источник нашего духовного возрождения, как и Адам. Источник Евиного Создания. Если в духовный план переводить, как. Апостол Павел говорит, когда пишет, посланник Хилимону. И говорит, Анисима, я родил благовествование. Если благовествования нет, то душа нигде не обратится. Но хороший человек, милостный, говорит. Замечательно. Но благовестия нет, ничего нет. На первом месте, как благовестия. А бывает, муж перестал верить совсем. И тогда будь кроткой, смиренной. Если можешь, считай все слово Божие. Не скрывай этой радости, которую доставляет тебе Господь. Потому что вот эта жизнь, она такая коротенькая. Вот смотришь изображения, картины. Это было в прошлом веке. А нынче, а нынче у него ничего нет. А сколько погибает на дорогах? Речь идет о тысячах. А столько болезней. Батюшка поехал с женой, с ребятишками. В город где-то там мощь и привезут. Ну, православная. И дорога, что там было? Нет, только написано одна, что. Когда он ударился, значит, жена через стекло вылетела на улицу. И там КамАЗ шел прямо по ней сразу. Ну и... Ну нет, только сейчас ехали разговаривать. Ну и что? Стон, так что четверо ребятишек. И выхода-то никакого уже нет. Он в больнице тоже лежит. Все молятся на англ. Аккуратно, господи, 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 господи. Все говорят, что вы видели, просил тебе за помощь. Говорят, какие же банки. Не знаю. Переживания, дети. Ты позаботься о них сейчас. Говорят, что когда не примешь против популярных болезней, то тебя на работу не примут. Да вы знаете, о чем говорится. И он дальнобойщик и ради детей. И домой уже не вернулся. А ты все. А ты бы Богу доживился. Я знал человека, который... Ну просто богатырь настоящий. Вы его все знаете. Владимир Мольфович Жириновский. Девять раз. Ты с ума сойти. И все свернулось, скопытился, как говорят. Ни слою нету. А ты Богу доверься. Лекарство, главное лекарство, заложено у нас здесь. Я, молюсь Богу, признаю, что я вернусь. За грехи мои мне как раз это по силам. Другим намного сложнее. А я хожу своими ногами. Аппетит прекрасный. Сон хороший. Да как я могу роптать, когда у меня все есть. Глаза видят. Я с вами показывал одному. Говорит, ты видишь, что там на горизонте Кочинская вышка. Вот так и не увидел. А я вижу ее. А я не слышу. Не слышу. В чужие разговоры не вмешиваются. Мне как и не надо это. Миша не вмешиваются. Ты всего избреки пользу. И скажи мне как раз, Господи. Когда об этом говорите. Вот это отношение нашей церкви должно быть такое. Церковь это сказала. Сектанты, идики, протестанты, они этого не знают. Господь говорит, создам церковь. В 16-17 Матвея. Я создам церковь. Церковь мою. И вратарь они долеют ее. Не сказал, что пройдет полторы тысячи лет, родится морфейные люди, и тогда будут по-своему. Нет. Мы берем Первую веру. Блаженный Афим Пелакт в основном опирается Иоанна Затамуста. А Иоанна Затамуста на кого? Дух Святой открыл ему. И немало ли сомневаешься? Немало. Как вот в том, что русский флаг в Российской Федерации самый лучший. Это флаг проповедь. И главное, где бы я ни выступал, там в милиции, военные, по радио, я о флаге говорил всегда. Ни одного возражения ни от кого не было. Никогда. Родился. Все в крови. Думай о небе. А дальше Белый престол. 20 глава, 11 стих апокалипсиса. И видел я великий Белый престол, лишь сидящего на нем. От лица которого бежали небо, синяя и земля красная. Осталось оно белое. Во всем Христос. Как радостно осознавать, что мы принадлежим великой нации. И так себя повели. А что я могу сделать? Сегодня можно мне будет ничего не сделать. Надо задать правду сейчас, голову с тобой. Андрея Ремовича. Министр обороны. В наше время нашли такого человека, который... Я молюсь всех, прошу молиться о нем. У него тысячи врагов. Он подряд всех этих генералов, всех... 11 триллионов рублей украли. Он всех нашел. У кого дети за границей, вернуть все. Он никого не боится. Экономист даже, он не военный. А ему все принадлежит. На фронте, которые... Надо поступать об охране, ничего нет. Даже те, которые отправлены сегодня из ваших семей. И они там обкрадены еще. Запомните его имя Андрей. И просто молиться о нем надо. Библия нам говорит, молите за царей, начальствующих. Он недавно пришел. Я много занимаюсь этими вопросами и все время удивляюсь. Какой русский народ? Еще пришел один человек, который никого не боится. Там какие есть, которые... Зарплаты... Раскопал все. Конфисковал. Генералы такие. Подряд за решетку. До последней копейки выжить. Отдать куда положено. Я наблюдаю каждый день, наверное, за этой... Вот мы должны все это убедить. Любимый ближнего, как самого себя, как живут. Он смотрит на государство, как на его. Это тоже можем так думать. Спасибо. 31 стих. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей. И будут двое одноплодь в полковании. Вот я еще пример. Именно. Когда кто оставит своих родителей, соединяется с ней. И не сказал, будет жить вместе с ней, но прилепится, указывая на неразрывное единение. А слова «одноплодь» понимаются и просто. Как говорит великий Ангел Таукский. Будет едино плодь. Но могут означать нечто другое. Именно. Будут два для произведения одной плоди. То есть ребенка. Тут и можно не разъяснять. Так понятно. Даже нигде ничего не знает человек, а тут найдет. Откуда что. У меня... Тут даже родственник один. В бабу кому-то. Представили новое. Вот так вот, как сейчас. Приехали сразу четыре девчонки. Ему охота похвалиться. А он еще не умеет делать. Он завел тогда одну за... В лагере давно-то. И показал миссию. У него и больше ничего нету. А она прибежала, и маме сразу похвалили. Трудоскровенно. Это сегодняшнее время. А раньше... Учили не так. Вот сегодня он какой-то там полуголый. А раньше показывали, какие палеты, какое звание, где он продлинулся по службе. Ты за меня выходи, ты обеспечена будешь. Уж трудяга. А на деле-то оказалось ничего нету. Вот эту тему к Ефесянам Павелу не выполнила сегодняшний день. Не так. У вас сказали, вот какой-то закон. Можно сделать такой? Можно. Можно. Я не знал этот закон. Я переписываюсь с одной... Она крещение принимала, и сейчас закончили ее где-то. В Германии. В Германии. И он женился, а потом бросили ее, все, ну, из-за сурманов. Они сразу розыск нашли его, где он там, до Батимала. Дали ему там 40 розок, провезли, сколько еще раз дали, готово привезли, к жене вернули. Второй раз себя ловить не будем. Секир башка. И все, работает четверо детей вернулись. А то есть, ничего с ним нельзя сделать. Государство не делает ничего. А он только думает, как спрятаться. Платить надо какое-то счастье, а он устраивается сторожем. А со сторожем что-то возьмешь. а большие деньги не зарабатывает, они не попадают в счет на его детей. У нас тут один такой был. Мы сколько не убеждали. Устройство, ты на работу. Это твое ребенок растет, да? Она вышла замуж. Это другое дело. Ты обязан это делать. Батюшка, ну, в руку, как-то тоже, давай ему упрекать от этого человека. Упущено все это. Давай, давай, брат. Почему невыполнимый? Если человек рожден свыше, то как? Все он будет. Почему невыполнимо, говорит, если человек рожден свыше, все же выполнимо? А на это я говорю о том, невыполнимо, в вопросе плацив. Это невозможно сделать. Вот все люди развелись сейчас, вернуть его невозможно. А если он родился свыше, рожден, а до этого у него было, он первым делом решает этот вопрос, который там был, жена. Если она вышла замуж, верни его. А мы не вечером были, верни его. Я разговаривал с таким. У него и счет у них, но вот так, чтобы подумать можно. Невыполнимо, потому что ответственности нет никакой. А вот у них, мусульманинка, поймали его, нашли. Из этой Гватемалы гнали до суда. И при всем народе еще дали ему консульт. Еще обращали. У нас нельзя, чтобы на дорогах не было аварии. И вот показывают, авария, но авария-то такая, выпил, и они его привозят. Врач исследует ему давление, что-то натягивает из толстой кожи. И там, где выступают у него булки, голая. Привязывают. Ну, или тоже, как наручники, затягивают. И начинают ему охаживать. Сначала вот так дрожит тело, задняя часть. Потом капает, а потом протекает. Теперь заново, молекура, сдвинулась. Опять исследует пульс. Он слезет, не вяжет на бок. У нас этого же не будет. Это все сфотографировано, и все показано. А где это? Индонезия? Нельзя, вот так от тела, когда бьет, оно вот-вот лопнет. Вот кожа лопнула, дальше потекло, а дальше уже тело готовое. Еще пить будешь? Не спрашивайте даже. Он забудет дорогу туда. А у нас нужды нет. Хороший, хороший человек шел, дорогу-то добили. И по сей день не найдут. Так? Так, найдут. Вот это была она, Наталья Усатая, фамилия ее. Муж Сирец. Обратилась к Богу. Он сирийц, они ревнивые такие. Отпустил, приехала, приняла крещение. Вы видели ее. И она каждый раз, точнее, выступает. У меня экскурсия огромная, там находят роклы, выставляют. Мы говорим о том, что страдили. У нас я все время с людьми общаюсь и вижу, уже ничего не делал. Вот она сейчас у меня играет. А он в это время нашел кого-то, все, Ничего не сделаешь. А там сразу на место поставят. Те же самое. Власти его. Арестовали, привезли. Твоя семья, твоя. А теперь слушай внимательно. Вот так. Когда человек начинает говорить, так это насилие над ним. Насилие он сделал. Насилие вышибается идиот. Ты соединен, а теперь разъединен. Я вот когда говорю об этих процентах, а кто считал? Считали. Я спросил в покровском соборе, а сколько свадеб было? Сотан нам в прошлом году. А сколько разведенных? Да кто их знает? Пятьсот одна и на учете ни одна не стоит. Главное себе и бить. А у них это строго. Ну я это рассказываю определенное. Скажи, где ты видела? Замуж посматривали, а она должна достать справку и дать, что она девственница. У нас ее в шестом классе на вторую букву алфавит уже называют. Чего спрашивают? А она видать такая скромница и главное показали тетушке ее, а жених ждет справку, смотри застала, теперь справку дают. Она не дает им, плащет сидит. Сколько они там дней ее уговаривали, наконец-то она согласилась, укрылась с головой, верхнюю часть пока спрятана. И когда гинеколог осмотрел она девственность, я не знаю, никакой радости у нас не бывает. Целуют друг к другу, эти тетушки-то, плащут все, что Айша сохранила себя, Айша замуж выходит, у Айши все как есть. А Библия-то написана в брачной опросы, и когда кто-то скажет и изменяет, она сохраняется, на ней свои печати стоят. Библия нам об этом говорит. И когда бывает начинает говорить, а я взял, она не девственница, тогда родители пусть принесут эти нижние простыни, пусть покажут, и тогда ему дадут сколько плетей, и правила никогда развестись не могут. Это Библия говорит. А если она была не девственница, к дому отца подведите и убейте на глазах у родителей. А если это дочь священника, каждый день неси полено, разрыть и костер и перед этим священником сожгите ее прямо перед Охом. Вот в этой книге Библия написана. Вот тогда будешь думать, а у нас ничего нет. Я пришел разговариваю, а у него генеральское звание, судья краевой, и говорит, вот был вчера человек, ветеран, пошел на пенсию, всю жизнь работал, квартиру дали, когда квартиры не покупали, дали квартиру, а нам он не нравился. А она вот затеяла, он хороший, ну хороший, а у него цель своя, он прописался, когда прописался, ребенок рождается, а я развожусь. Я обязан квартиру развести теперь. Закон гласит такой, он пришел к краевому суде, судья говорит, я не могу ничего сделать, он прописан, у него должно быть жилье. Я разговариваю, даже не меряю, это что же за закон такой. он аферист, он разрушил семью, разрушил человека. И у нас законы-то такие слабые. Интересно, насколько достоверно, вот такой Белоусов сказал, который вот этим взятышем привести к концу жизни. Насколько это достоверно, ну, судя по его делам, он понимает их не исправить. Вот как. Мы сегодня коснулись темы понятной и в то же время, а что нужно сделать? Приготовь ее сейчас вот эту вот, приготовь. Чтоб безбольно родители шагу не сделало. Чтоб она нигде не шлялась никаких деснафеки. Это все губительно. Один, считаем, вот когда в Чечне война была, но они ведут, юношу одного захватили, военный, молоденький совсем, им надо узнать, куда они идут. И видят, там бабы полощен белье. Чеченки, мы тебя отпустим, ты вернешься, пойти спроси, куда идти, такой-то город надо. И он пошел и вернулся. У нас бы никогда не вернулся. А он спросил, там вот тропинка, там выйдите, там уже недалеко, где-то 50-й дорога будет. И в одном месте они были, и они боялись, что он закричит, и рот зажали, и как-то задавили его. Мы разные-разные с другими народностями. А русский человек, вот война, когда была, Первая мировая война, в плен попадают. Из пленных, ну, допустим, тысячу пленных, русских было два вора только. ну, у кота хлеба сделал там, или что-то. Во Второй войне мировой русские вышли на первое место. Из тысячи человек 980 воровали. А почему Бога нет? я читал документы, которые предложили ознакомиться. Первое, когда начали захватывать, ну, и там отправляли на работу в Германию, и смотрят, ну, после двадцать лет девицы девственницы. И Гитлер ударил, он понял, такую нацию нам не победить. А что от этого зависит? Все зависит. Где вот эта святость, брака, там Господь, а где нету, там нечистая сила. Эту нацию нам никогда не завоевать, у которой посмотрели 90 с лишним процентов девственницы. и он-то военный не просто так был. Ни техникой ничем это не задавить, это в человеке, нравственно, его нельзя сейчас поломать этого, что он куда пойдет. Я когда считал, а потом тоже вот даже сомневался, ну, все, от этого война зависит. Зависит не просто война, а существование нации. Вот и все. Пошли. Вицы второй стих. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Блоковарь. То есть на великое нечто чудное указал Моисей. И поистине тайну оставить тех, которые родили, трудились для него и делали добро. И прилепиться к той, которую никогда не видел и которая даже не начинала делать добро. Действительно, это великая тайна, если только понимается это о Христе, как пророческое слово о нем. Ибо его он оставил отца не в смысле переменную место, но снисходя до восприятия форки, и пришел к невесте, которая совершенно не знала его и стала единой с ней по духу. Ибо соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Калифина 6,17. Как же после этого осуждать брак, когда Павел приводит его во образ тайны Христовой и называет его тайны? Земельный Комитет в Мамутово у нас потеряющие вопросы решал. И вот молодой человек намного выше меня, такой росоволосый, интересно мне поговорить я хочу. Я выжил, что у меня беда-то какая. И начинает рассказывать. Хотел сварили, варили. На дому лягу вать. Я дырял в угол. Да нет, я делаю мишель не понимаю совайки. Да вот выпей маленки. Проснулся, а в постели лежит другая жена. А мы с этой, с которой сейчас живем, у нас шушат душу. Никогда против не было. Я еще дома не был. А сам плачет стоит. Не знаю, что делать. Я не просто свинья. Я хуже ехаю. А котел такой ванной. Я говорю, ну ты хоть за один. Помойтесь. И ты сразу иди, не оглядывайся на стол. Упади, иди, ноги цырой. И за всю жизнь ни одного слова против не предъявить. Ты согласен? Конечно согласен. Все, иди. прямой на лодке пошел. Другого выхода нет. Если она тебя любит, она может простить тебя. Такие вопросы решаются любовью. Духовью в духовном плане. А вот измена, когда изменяют люди истине, в духовном плане, вернутся назад. Потому что эти люди самоосуждены. И никак после первого движения прощайся. три-десять пять-десять пять-десять. Он не ретик? Он не понимает. Бесполезно говорить. Отвращайся. Ибо они будучи самоосуждены. Самоосуждены. Можете прочитать, открыть. Вот это немного страшнее. А этот вопрос совет совет. Но совет она не кухоня. Как мы делим. Но апостол Павел говорит, я говорю, о церкви. Не изменяй церкви. Церковь была расходной в Сеултской горлести. 50 тысячи тысячсот семьдесят лет. Нет. Это все обман. Я создам все сверху, есть. Один сверху. Это арта не одолеет. Это что такое было? Не знают. Это еретики, сектанты, кому есть ли фашисты, которые не борются. Больба идет. Да, голос у него какой хороший. Он может дичку прорвать. Какие бабушки такие. Да, здесь огромная сила нужна. сколько такое было захватывает оружие заходит и класс сущительниц расстреляли. Это тоже счастлив был. И где говорят выход? Выход только во свете. Пока сейчас вот так покажем поперед скамейки. Вот вдоль будет и в и и и и и и и и 23 стих. Так каждый из вас дарит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа. Благованием прочих говорит, хотя я аллегорически изложил это, однако и ради жены это сказано. И аллегория не исчезает от от буквы и названия по отношению мужа к жене. Ибо это должен каждый любить свою жену или ей как сама себя. И не говори мне, что жена имеет тот или другой недостаток, потому что в теле твоем много недостаток. Например, вымехнутая рука, дымая нога, попорченный глаз, но ты не отсекаешь их, а еще больше удостаиваешь попечение. Так как равенство происходит беспорядок, поэтому входит страх, чтобы один был начальник муж. Страхом же здесь называется особенное почтение и сдержанность. Страх приличный и свободный, а не рабский. В таком страхе и люборг надеется в поддержку и сама в свою очередь его поддержит. И будет жена любить мужа как часть тела, главу и бояться его, то есть почитать как главу. Но а если жена не будет бояться? Ты все-таки люби и делай свое. Подобным образом и жена если не будет любима, все же пусть питает страх. И замен. О том, что мужа должно любить свою жену, говорил подробно. О страхе же не распространяется, потому что желает, чтобы первая имела перевес именно любовь. Да и жена, как сказано, должна бояться страха, происходящего без любви, не возбуждающего крепета и боязни, из которых проистекает скорее ненависть. Но так, чтобы не говоречь не восставать и недомогаться первенством. Ибо хотя и одна плоть и имеет власть и равно честно в этом отношении, но жена есть вторая власть. Муж имеет большее значение. Меня однажды перевели в камеру, где милиция и отдельно держит. Их нельзя сообщение начали пришли. Я говорю, а что у вас решилось? Один майор говорит, а как вы поступили в данной ситуации? Я говорю, битый вот так вот. Как вы все обманывали? А что вы сделали? Жена пока кто был в командировке приехала, ушла к другому. Я узнал, горнул. Она затевает, опять уходит. Я встал в дверях, взял нож в руки и сказал, ты никуда не пойдешь. Я тебе все просил. Живи. И она меня толкает вот, и я говорю, как ударил нож со мной, сразу говорила. И теперь мне жизнь ждет тренировок такого. Тут обстановка такая. тут все говорится о том, что людей был страх. Мне недостаток какой-то. Она перечит. На моей то все по-другому выравнивается. Ну а сегодня это ее никак никакая. А зачем забрал? так вроде в таком рассказе говорится. У нее несет на руках на пятый этаж. А уже на первом этаже она с мужем расписались, а уже разреши, я сразу на шею переведу. с мужем другой случай я считал про это. Она сильно что-то не замравилась мужу, и он уже почти с ней не бывает. и однажды она ему говорит пойдем вместе погуляем в путь. У меня одна просьба есть в путь. Она выполнила и ты выполнила ее и я тебя отпущу туда. И вот дороги когда шли обратно на подъезде первого этажа она говорит помнишь как ты меня на руках занес пятый этаж где-то да а 10 я раз он взял там еще нет она не говорила последнее стать рак донес до туда у него все пошел по-другому она не кричала она не обвиняла его а вот одно это только попали там просто все рассказано чтобы человек задумался почему верующий все по-другому если верующий а ты помолился она может все по-другому быть в этот же день она опять за свою молитва притом молитва абсолютно все покрывает потому что ты не один господь образумление подает тяжело трудно но избрал такую участь апостол поздно услышит и жмит потому что будем иметь скорбь по плоти а не разжать считал а разжать будет скорбь по плоти она приходит тебя будет срами пахнуть смеяться она на работе у нас была пришла и говорит беда так стараться ведь знала что меня бросит год назад неделю назад я был если вышел по-другому а тут он меня как вылетел из квартиры и все а то я говорила я Мишу оставила она сказать ты теперь не можешь Миша ее пнул ногой и она вылетела из комнаты она уже не о разгоне думает о том что с подругами поговорить никак не сделать и она тоже говорит о том что мы не то бедом Бог дал и когда мы смотрим в какой стране какие обычаи то там их много надо платить за невесту очень много за божат платили целые табуны табуны отолушили а вишки от старых коровы может ну все от нас да ну поблагодарим Богу на молитву Господи Иисусе Христе Исении Божьей и Бог и Бог и Бог и Бог достойный достойный и всякого истинного Божий и Тетя Богородицу и Слава Женую и Пренепорочную и Матерь Бога Наши Род Честнейшую Хирургим и Славнейшую без сравнения Серафим без искрения Бога Слава Ручу и Сучую Богородицу Тя Кричат Господи Господи Иисусе Христе Сыне Божий Ты Бог Исаака Иакова Ты Наш Бог Ты Мой Бог Благодарим Тебя за то что Ты даешь нам возможность встречаться и беседовать с братьями Твое Слово Святое изучать и по мере своей возможности применять его Господи даруй нам силы чтобы мы могли его во всей полноте Твоего желания и намерения Твоего Божественного изучать Слово Твое Божие во имя Отца Сына и Святого Духа Аминь Аминь Слово Божественного Божественного